Итак, дамы и господа, сегодня 27 января 2015 года, 14 часов 8 минут, и мы начинаем наше второе занятие четвертого цикла семейной медицины с медицинскими сестрами. Добрый день, уважаемые коллеги. Сегодня буду работать с вами я, заместитель главного врача по организационно-методической работе областной детской клинической больницы Покатилова Татьяна Николаевна. Мы будем говорить сегодня о 149 приказе, но в принципе будем говорить о тех основных моментах наблюдения за ребенком на участке. Вы же все являетесь медицинскими сестрами, которые относятся к патронажному звену, к первичному звену, и будете сталкиваться с этой работой. Так как сейчас происходит реформирование здравоохранения, и на вас возлагаются самые-самые-самые большие функции в этом плане, вы первые, кто сталкиваетесь с пациентом, будь то ребенок, будь то взрослый. Вы, те, кто будете работать с семьей, подозревать какие-то диагнозы, направлять на консультацию к врачу, а врач семейный будет дальше решать, куда направлять этого ребенка дальше. И этот приказ 149, вот посмотрите, это клинический протокол, который был утвержден еще в 2008 году. Называется «Клинический протокол медицинского наблюдения за здоровым ребенком в возрасте до 3 лет». Но это касается… Здесь написано «Здоровый ребенок в возрасте до 3 лет». Схема наблюдения, которая утверждена этим приказом, будет касаться только здорового ребенка. Это сама схема наблюдения. А вот все остальное, оценка его вскармливания, психофизического развития, оценка всех остальных, как консультировать маму, как работать с семьей, расписано в этом приказе полностью и относится ко всем, не только к здоровым детям. Поэтому этот приказ является основополагающим. В свое время был, 2002 года, 29-го, 2011, утвержденный такой был 434 приказ амбулаторно-поликлиничная допомога. Этот приказ, в принципе, он остается. В нем есть еще определенные схемы наблюдения, определенные по возрасту. Хотя мы работаем сейчас по 149 приказу в основном. Какая задача была тех, кто создавал этот приказ? Чтобы вы сразу понимали, в чем была необходимость создания, когда уже есть приказ. Необходимость создания была в том, что за это время изменилась ситуация. Люди, изменились отношения в обществе и изменилась отношения, как бы поменялась структура немножечко общества. Мы ушли от того, как бы, социалистического уклада и пришли к другому. И на данном этапе очень важно понимать, что не только медики, а и родители несут ответственность за здоровье своих детей. По определению ВОЗ, что такое здоровье, да? Здоровье – это состояние полного физического, умственного, психического благосостояния, а не просто отсутствие болезни. И создать вот эти вот условия, да, для того, чтобы этот ребенок рос, развивался, нормально питался, была комфортная для него среда, медик не может. Медик может только наблюдать, участвовать, чем-то помогать, какими-то своими консультациями, каким-то своим консультированием. Но он не может все время присутствовать в семье и создать за родителей вот те условия, которые должны создать родители своему ребенку. Еще этот приказ нужен потому, что основным фактором, который выходит на первое место – фактором риска. Помните, в свое время, даже по тому же 434 приказу, факторы риска – это были факторы перинатального риска, потом другие факторы. Сейчас один из основных факторов, главных – это социальный фактор. И вот если вы выделили ребенка по социальному фактору в группу риска, то вы должны и наблюдать его по индивидуальной схеме, потому что это один из самых главных факторов риска. Поэтому мы будем говорить по каждому разделу отдельно и будем говорить, в чем ваша задача на каждом этапе, как проконсультировать родителей, как подойти к ним и как общаться, чтобы это было комфортно и для вас, и для родителей. И не вызывало вот такого, как на украинском говорит, супрут его. Идемте дальше. Дальше, дальше. Это мы первую часть вообще будем пропустить. Что такое в принципе эффективного консультирования? Это самое важное, с чего вы будете начинать свою работу с родителями. Вот появились у вас, ну первое, что каждый делает на своем участке. Он знает свои семьи, он проводит переписи, он работает с этим населением. Появился новый ребенок у вас на участке, родился там. Вы идете знакомиться в этой семье с родителями, или вы уже с ними знакомы. Поступает новорожденный под ваше наблюдение. Что вы должны сделать? Вы должны обязательно оставить свои телефоны, дать родителям рекомендации, куда они должны обратиться. Если что-то, допустим, если что-то, допустим, произошло, по их мнению, кажется не так, понимаете, если что-то настораживает их состояние и здоровье ребенка. И родителям вы обязательно должны, ну естественно, адресы, телефоны, лечебные учреждения, которые их обслуживают, и родителям вы должны дать те основные симптомы, при которых они должны обращаться за медицинской помощью. Это в первую очередь, да, ну не так, как мы привыкли, только температура, только рвота, только судороги, но существуют и такие симптомы, которые в первую очередь настораживают. Это отказ от еды у ребенка. Это тоже один из очень важных симптомов, при котором стоит обращаться за медицинской помощью. Ну и в чем заключается эффективность общения с родителями, для того, чтобы вы наладили с ними отношения? Это возовские принципы, которые у нас тоже будут воплощаться в жизнь. Значит, поздоровайтесь с родителями. Это если, это тут приводится схема, если они пришли к вам в кабинет, предложите им пройти, присесть с ребенком. Представьте ваших коллег, допустим, если есть в кабинете, допустим, вы медсестра, а врач должен представить и медсестру. При общении часто медицинские работники, мы задаем массу вопросов, и часто мы не слушаем родителям. И нам и сами мне нравится, когда мы идем на прием, да, нас спрашивают автоматически, что-то записывают и редко выслушивают то, о чем мы говорим. А для родителей иногда очень важно демонстрируйте то, что вы сопереживаете, если есть какая-то проблема. Говорите языком понятным, понятным родителям, а не обязательно это медицинские термины или язык, который, ну, у каждого разный уровень развития, и человек может чего-то не понимать. Дайте матери, ребенка, время ответить на ваши вопросы. Если вы не получили четкий ответ, хотите добиться, как мама кормит этого ребенка, как она за ним ухаживает, какие у нее условия, допустим, что она декларирует в своих вот, то задавайте вопросы, перефразируйте, задавайте их по-другому, чтобы все-таки получить ответ. Идемте дальше. Ну, один из очень важных таких вопросов, это задавайте открытые вопросы. Добрый день. Что значит открытые вопросы? Не так, чтобы вы спросили, как ребенок спал? Хорошо. Как ел? Хорошо. Это односложные ответы, из которых вы не получаете никакой информации. Значит, вопрос должен звучать по-другому. Сколько ребенок, сколько ребенок раз у вас кушает, да? Сколько по времени ребенок у вас спит? Какое количество, допустим, там, ребенок, допустим, есть у него, какое, насколько, допустим, тяжелый памперс, чтобы вы понимали, что ребенок наедается, и у него есть выделение, да, там, мочакал. Насколько, допустим, вы, сколько раз ребенок находится на свободном скормлении, и мама кормит по времени. И вот из этих вопросов вы будете иметь представление. Что чаще всего демонстрируют, ну, медицинские работники? Мы заходили, ребенок спал, мама сказала, что все хорошо. Что она узнала о ребенке? Ничего. Мама не хотела будить ребенка, просто сказала, что все хорошо. Что, да, был патронаж, и записано, что все хорошо. Но это вообще ни о чем не говорит. Это хорошо ни о чем не говорит. Вопросы должны быть конкретными, и на них должны быть конкретными ответы. Не спешите ругать маму. Почему говорят, чтобы наладить с мамой отношения, нужно сначала похвалить ее хоть за какую-то мелочь, которую она делает, а только потом, говорит, вот ты умница, молодец, ты вот кормишь ребенка грудью. Ну, ты вот там вот плохо, допустим, гигиенические какие-то проводишь процедуры, или там, допустим, еще что-то плохо делаешь. Давай ты вот это вот так вот сделаешь, потому что сразу же, когда мы начинаем с негатива, даже если мы с позитива начинаем, к нам и то часто бывает негатив вот в этих поучениях. А когда мы начинаем с негатива, с менторского тона, с указок, ну, это всегда вызывает протест. Идемте дальше. Ну, и вот это, в принципе, подытоживается то же самое, что вот общение с мамой, которое иногда, чтобы ее понять, может, это один из принципов здесь приводится, нейролингвистического программирования, когда мы, в принципе, повторяем жесты мамы, повторяем ее слова, кипки, голобой, участвуем ее в проблеме, повторяем за ней слова, и таким образом мы, в общем-то, располагаем ее к себе и немножечко приближаем к себе, даем возможность ей общаться с нами на ее языке. Дальше. Ну, вот, вот, то же самое, что я вам сказала, все это, все это как принципы уже. Дальше. Мы это тоже обсудили. Дальше, дальше. Ну, вот видите, это тоже, это тоже приводятся примеры, тоже открытых вот таких вот вопросов. Были ли у вас проблемы с введением прикорма, кормите вы ребенка грудью? Ну, это все то же самое, о чем мы с вами говорили. Идемте дальше. Тут в этой презентации будет очень много различных вот таких вот ролевых игр и различных вопросов, когда вот нужно разбирать, когда мы сидим просто в зале и, ну, просто на занятии описываем все это. В чем суть, вот, допустим, этой ролевой игры и этого примера? В том, что по старому приказу и в определенный период все считали, что ребенку нужно рано вводить соки. А фруктовые пюре, соки нужно вводить рано, начиная с трех месяцев по каплям. Сейчас же в данной ситуации считается, что до шести месяцев ребенку не нужно вводить никаких прикормов. Практически, если ребенок не нуждается в жидкости, дополнительной воде, а прекрасно себя чувствует на грудном молоке, то ему абсолютно не нужно применять никаких, никаких докормов и прикормов, он себя прекрасно чувствует на здоровый ребенок, на запасах мамы и на том грудном молоке, которое содержит все самое ценное, абсолютно спокойно может до шести месяцев не получать никаких соков. Дальше вы посмотрите, у нас будут еще примеры о том, когда введение вот такого сока заранее ну, снижает лактацию у мамы, ребенок начинается проблемы с животом, ребенок начинает хуже кушать и снижает вес, а потом ребенок начинает, когда возвращается обратно к грудному питанию, и набирать вес нормально. В этой ситуации приводится точно такой же пример. Данный приказ говорит о том, что с шести месяцев вводится прикорм, и прикорм вводится более плотный, чем мы привыкли всегда. Обогащенный мясом, обогащенный маслом, обогащенный, мы об этом будем говорить, мягкими сырами. Поэтому для того, чтобы вот этот дефицит железа, который уже будет на грудном молоке, восполнить, но мы об этом будем говорить позже. Ну, вот, в принципе, врач-педиатр в этой ситуации рекомендует матери продолжить исключительно грудное вскармливание, и, в принципе, это правильно. Идемте дальше. Как бы старые стереотипы, они имеют место быть, и многим хочется еще... Как финал. Да, следующая, следующая, да. Следующую доску открываем. И открываем. И одну стеречку вот так. Значит, здесь то, о чем я вам говорила. Здесь утверждена схема профилактических осмотров детей. Вот 434 приказ говорил о том, что мы обязательно должны ребенка на первом месяце жизни посмотреть пять раз. Семь дней, 14 дней и дальше. Здесь, ну, и первый раз он приходит у нас с роддома, потом в семь дней, потом в 14 и так дальше. Здесь немножечко другая схема осмотра. И... Ну, это вот именно схема здесь касается только здорового ребенка. Это если... Это 5-7% детей по этой схеме будут наблюдаться, те, у которых благополучная семья, абсолютно адекватные родители и абсолютно здоровый ребенок первой группы здоровья. Идемте дальше, там будет видно эту схему. Дальше, дальше, да. Ну, тут перед схемой дается еще, что должно быть в кабинете при проведении профилактических осмотров. Значит, чем должен был оснащен кабинет? Кабинет должен быть... Обязательно должно быть нормальный температурный режим, настенный термометр, умывальник, жидкое мыло, полотенце, техника по мытью рук, пеленальный столик, кушетка, весы, ростомер, сантиметровая лента, прозрачный треугольник, игрушка, которая звучит, тонометр с детскими манжетками, фонендоскоп, медицинский тонометр и стерильные шпателя. Ну, это тот максимум, который предлагает приказ. И вот эта схема осмотра, которую предлагают в данном случае. Это 13 осмотров врачом и 6 медицинской сестрой. Значит, ну, это то, что мы говорим, идеальные условия. Вот. В полу-омо, в роддоме ребенок получает БЦЖ, пусть гепатит, на другой день после выписки смотрит его, да, семейный врач, ну, или педиатр, если еще сохранились, да, на второй неделе врач, дальше медсестра, ну, и дальше здесь уже дается вот-вот схема прививок, но вы знаете, что сейчас по новому приказу схема прививок немножечко изменилась. Не совсем так календарный план сейчас звучит, но там больших изменений нет, просто то, что делалось в 3-4-5, теперь делается в 2-4-6 месяцев. И так, и так, вот смотрите, в чем теперь разница, тут плохо видно, вот дома ребенка наблюдают всего, всего, видите, когда его выписали, врач пришел, потом посмотрела медсестра, потом в 2 недели его посмотрели опять дома врач, и в 3 недели его дома посмотрела, вот, допустим, медсестра, а дальше, дальше все наблюдение считается должно быть амбулаторным, и расписано, когда врач, когда медсестра. Но эта схема хороша только в том случае, мы с вами говорили, если абсолютно адекватная семья, нормальные родители и здоровый ребенок, с которым они спокойно приходят в амбулаторию, мы их лишний раз не беспокоим, и они приходят в амбулаторию, им проводят взвешивание, осмотр, дают консультации, рекомендации, и ребенок спокойно уходит домой. Идемте дальше. В тех случаях, мы же параллельно говорим не только о здоровых детях, а в тех случаях, когда ребенок имеет какое-то конкретное заболевание, и мы должны его наблюдать уже по протоколу какого-то конкретного заболевания. Или же мы должны расписать для себя индивидуальный план наблюдения такого ребенка. Если это ребенок из социально неблагополучной семьи, где есть, не дай бог, угроза его жизни, то наблюдайте его хоть каждый день, лишь бы он остался жив. И так, порядок проведения профилактических осмотров. Все как всегда, да? Собирается анамнез, врачебный осмотр по систему, оценка питания ребенка, оценка физического развития, оценка психомоторного развития, контроль профилактических и проведение профилактических прививок, медицинский выставок, и проводится консультация родителей. Что тут такого интересного, как бы, группа здоровья? Вот то, о чем мы с вами говорили. Да, определяется группа здоровья. Так же все, все, как и раньше. Группа риска, да? По данным акушерского анамнеза, считается сейчас, ну, нецелесообразно ее выставлять. Основным фактором есть, вот, вот видите, социальный фактор. Идемте дальше. Идемте дальше. Мы поговорим об этом сейчас коротко, потому что, если ребенок здоров, чтобы мы не листали все, все возрастные группы, если ребенок здоров абсолютно, с группы здоровья первой, с нормальной благополучной семьи, считается, что его не нужно обследовать дополнительно специалистами, вот как мы привыкли, в три месяца обязательно осмотр специалиста, потом вот обязательно осмотр специалиста. Осмотр специалиста только по показаниям. А эти показания вы должны обязательно, ну, не вы, врач, а вы будете это видеть, допустим, вы же в первую очередь видите ребенка, контролировать, как бы обосновывать эти показания в карточке. Почему? Даже вы, если что-то увидели на участке, оценивая состояние этого ребенка, вы должны написать это в карточке во время патронажа, чтобы запись не выглядела штампом. У нас все записи выглядят как штампы. Там написано, кожа чистая, слизистые, розовые, в легких, визикулярное дыхание, тонны сердца ритмичные, живот мягкий, и так дальше. Это все равно как о роботе. Там нет никакой особенности о ребенке. Ваша запись, это запись, что с ним произошло за эти две недели, когда вы его не видели, или за этот месяц, когда вы его не видели. Там первая ваша фраза должна быть, что за два месяца, или за месяц, пока вы не видели этого ребенка, в эпикризе вы будете писать по-другому. Ребенок не болел. А дальше будет все остальное, там допустим, что развивается согласно возраста, что кожа чистая, что в легких все. Но просто вы оцениваете, какой, что изменилось у этого ребенка. Ну и ваша оценка будет складываться, пойдем в физическое развитие ребенка. Открываем. Это те графики, о которых мы с вами говорим. Все, наверное, видели карточки, и все видели эти графики. Это графики физического развития Всемирной организации здравоохранения были разработаны в результате таких вот исследований многофункциональных. Эти исследования проводились с разными группами населения в разных странах, и выведены такие вот усредненные графики, которые позволяют оценить стандарты определенные физического развития, которые позволяют определить, нормально ли ребенок развивается в физическом плане. Идемте дальше. И наличие вот таких вот графиков позволяет, они в карточках даже есть напечатаны, наличие таких графиков позволяет вам даже маме показать, даже мама сама может дома отмечать. Вот в месяц у него вот такой вот вес, и она видит, что примерно этот вес находится вот в том коридоре, который ему положено, и нет как бы смысла волноваться. Это подтверждает, что мама делает все правильно, что она кормит грудью правильно, что она ухаживает за ребенком правильно. Ну, конечно, эти графики еще позволяют и определить различную патологию у детей, то есть и отставание, допустим, в физическом развитии. Первый график — это соотношение массы тела к возрасту. Второй, который как бы определяет такой плоский, как бы плоский показатель. Он говорит только, что в таком возрасте ребенок должен иметь вот такой вес. Соотношение длины тела к возрасту уже немножечко нам расширяет понятие о том, что да, вот он конкретно в таком возрасте должен иметь такой вес, но он при этом может быть выше или ниже, и этот вес будет для него меньше или больше. Понимаете? Соотношение массы тела к возрасту, да, к росту. И индекс массы тела. Индекс массы тела — это как бы вообще такой универсальный показатель, который применяется только в том случае, если другие показатели вас настораживают, потому что он позволяет определить, есть ли у ребенка избыточный вес, ну или недостаток. Ну и объем головы — это тоже немаловажный, как бы это тоже немаловажный показатель для детей, потому что есть различные заболевания, которые характеризуются, там гидроцефалия в частности, которые характеризуются вот увеличенным объемом головы. Дальше. Идемте дальше. Ну во всех этих, что есть общего для всех этих графиков? Вы все с ними работали. Нулевая линия — это медиана, которая говорит, что есть вот среднее значение, которого мы придерживаемся. Практически все графики, которые связаны с оценкой веса, связанные, значит, плюс один от нуля и минус два ниже нуля, это все практически норма. Единственное, что там не касается роста. Это все практически норма. И если ребенок в этом коридоре, вот его вес примерно в этом коридоре, то это все нормально. Единственное, что даже если вот эта кривая вот такая вот более-менее ровная, что может настораживать? Резкий скачок за какой-то определенный период, там, допустим, за месяц вверх или вниз. То ли ребенка совсем перестали кормить, то ли поменяли питание, идет резкая какая-то ломаная кривая. Идемте дальше. Ну вот, например, масса мальчиков, соотношение массы мальчиков к их возрасту. Вот у нас есть медиана, которая, вот она у нас на нуле находится, вот она у нас на нуле находится. И вот, 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 да, плюс один тут у нас должен быть, и вот тут у нас есть минус два. Вот эти стандартные отклонения вот от плюс одного до минус двух, это норма. Дальше у нас идет вот второе стандартное отклонение. Это говорит о снижении массы тела. А вот когда ниже тройки, это уже выснажение. И точно так же здесь вот такие вот отклонения. Чуть больше по предвыщенной харчува, и тут дальше идет уже склонность к ожирению. Идемте дальше. График массы тела соотношения к возрасту показывает, сколько набрал ребенок за определенный период. Видите, что написано? Никогда не используется этот график для определения излишнего веса. Никогда. Потому что это, как я вам говорила уже первый раз, это такой плоский показатель, который не берет соотношение роста данного ребенка и многих других показателей. Это просто себе график, как это происходит. Этот график говорит только единственное, чем он нам полезен. Да, он очень полезен, потому что он один из базовых. Он говорит о том, как по возрасту он набирает, плавно идет этот набор. Нет ли вот таких скачков вверх-вниз. И если в этом коридоре от плюс один до минус два все время где-то рядом с медианой колеблется вот эта кривая, ну можно не беспокоиться, все нормально. А вот если уже что-то произошло, мы можем начинать пользоваться другими графиками для того, чтобы оценить уже, что произошло. Ну просто ребенок резко вырос, допустим. Ничего вроде бы как страшного не произошло. Но бывают же и другие ситуации. Ребенок не вырос, а масса тела снизилась или увеличилась, и тогда уже мы начинаем определять индекс массы тела и направлять ребенка к эндокринологу. Сейчас в старой карточке, эти графики, вот эти все графики были в старой карточке, 112-й форме. 527-й приказ новый утвердил новую форму карточки, абсолютно 112-ю. Она не особо отличается, но у нее меньше места для того, чтобы писать и больше как бы вот таких заполнять данные профилактических осмотров. Но там сказано о том, что вы все равно должны владеть этими графиками и иметь их, они должны быстрее всего быть во всех кабинетах, потому что оценка состояния здоровья ребенка все равно проводится по этим графикам, по этим соотношениям. Пойдемте дальше. Ну, это просто объясняется, как это сделать. Возраст ребенка, да? Как мы взвешиваем ребенка? Раздеваем. Для чего мы используем? На горизонтальной, да, на горизонтали. Значение возраста, ну, в месяцах, в неделях мы не откладываем, по вертикали, значение массы. И на точке пересечения строим, вот как бы отмечаем и строим график. Идемте дальше. Это как бы всем понятно, да? Все же работали. Все видели эти графики или нет? Не слышу ответа. Никто этих графиков в глаза не видел? Что-что? Но вы же все будете работать в детстве, уже все семейные. Уважаемые коллеги, раз мы остановились на этом, кафедра наша, кафедра наша, часть с этого приказа, часть с этого приказа. Тут есть и другое. Это ни в коем случае я не делаю рекламу, просто мне подарили эту книжку. И я смотрела, что здесь все это есть. Тогда, если вы не владеете абсолютно ситуацией, то вы все должны иметь такую книжку. Все должны иметь. Потому что тут есть то, что вам нужно знать в работе с детьми. Сейчас вас спасает то, что во многих районах остались педиатры. И они еще выполняют свои функции. Но рано или поздно вы будете все равно перебирать эту функцию. Ну вот тогда смотрите, пожалуйста, как выглядят эти графики. Ну вот смотрите, да? Вот то, что мы говорили. Плюс 1, да? Соотношение. Минус 2, вот там где отмечено. И вот, а посрединке у нас идет медиана. Медиана. И вот возраст ребенка. Вот возраст ребенка до года. А вот... Так, что там у нас? Масса. Где у нас масса? Да. А вот здесь у нас должна быть масса. Вот смотрите, пожалуйста, как вот эта вот, как линия, как линия, да? Примерно где-то возле медиана, да? Она чуть-чуть ниже. Вот в месяц какой у него был вес. Вот в 2. Вот, допустим, в 3. Там в 3, в 4. Вот здесь, наверное, что-то все-таки ребенок... Но это все равно, вот все, что вот в этом зеленом коридоре, это все в пределах нормы. И такие колебания возможны. И вот таким образом, вот, допустим, вы и выстраиваете вот эти вот, точечка. Допустим, ребенок весит в 2 месяца, там, допустим, 5 килограмм. Значит, точечка должна была быть вот здесь, на уровне 5 килограмм. Видите? Больше, значит, здесь. Идемте дальше. Длина тела, соотношение длины тела к возрасту отражает, для чего используется этот показатель. Ну, я уже вам говорила это наперед. Но это говорит о том, что ребенок может иметь недостаточное питание. Ребенок может быть высоким для своего возраста. И из-за этого у нас по первому графику получается, что мы видим его как ненабирающий вес, допустим. Или же, допустим, первый график может говорить о том, что вроде бы как все относительно благополучно. Поэтому возраст он где-то в каком-то коридоре. Но при определении соотношения его длины к возрасту, мы понимаем, что он, допустим, не соответствует, не находится в этом коридоре. Идемте дальше. Ну, здесь есть такой очень важный момент. Как измерять этот рост в зависимости от того, куда мы плюсуем вот этих 0,7 см? Ребенок до 2 лет. Его длина тела определяется в лежачем положении. Если вы когда-нибудь видели, есть такой ростомер на пеленальном столике, или ребенка ложат, и сантиметровой лентой, или есть прям сам такой пеленальный столик, шкала с ростомером, и мы его там измеряем. Так, в лежачем положении. Значит, если возраст ребенка до 2 лет, и он измеряется в лежачем положении, то все нормально. Но если вы измерили этот рост у ребенка в вертикальном положении, то вам нужно прибавить 0,7 см. А если же ребенок старше 2 лет, и нет возможности измерить его в вертикальном положении, вы почему-то положили, ну, болен он, мало ли какие есть обстоятельства, вы меряете его в горизонтальном положении, то наоборот нужно отминусовать 0,7 см. Ну, это не такие большие поправки там в пределах сантиметра, но в принципе, если там для каких-то особенных, может это иметь значение, когда мы уже имеем вопрос с эндокринологией, с другими проблемами. И тут точно такой же график, это соотношение длины тела девочек к возрасту. Точно такая же здесь есть у нас медиана, точно такая же у нас есть норма, и точно такие же есть показатели, которые говорят о том, да, вот у нас, смотрите, вот у нас есть норма на уровне 0, медиана, медиана. И вот у нас есть, да, медиана у нас, только здесь, вот здесь вот, от одного, даже вот здесь единственный показатель, где у нас от 3 до минус 2. Это тут просто шире коридор, это единственное, во всех остальных вот плюс 1 до минус 2. И если в ситуации, когда ребёнок, значит, если ребёнок по этой медиане, мы поставили это соотношение, да, если вот тут на этом уровне находится, да, допустим, то это задержка роста, а если вот уже меньше трёх, то это значительная задержка роста. Принцип оценки такой же вот до года, да, точно так же, здесь у нас сантиметры, а здесь у нас возраст, и точно так же строится график. Сложности в этих графиках никакой нет, их просто нужно уметь правильно оценить. Идёмте дальше. Соотношение массы тела длины, то есть к росту отражает, какую массу набирает ребёнок данного возраста по отношению к длине тела. То есть не вот этот плоский показатель, а уже и по отношению к длине тела. То есть это более информативный показатель. Для чего используется такой показатель? Такой показатель используется для того, чтобы определить, такой ребёнок имеет недостаточный вес, или же это связано с чрезмерным его ростом. Идёмте дальше. Ну, это же такой же, такой же показатель, в принципе, со всеми этими отклонениями, поэтому мы не будем в них уже до бесконечности, там, до двух лет, старше двух лет. Идёмте дальше. Индекс массы тела. Тоже один из самых интересных показателей, потому что этот показатель уже, если там, если то соотношение к росту может определить степень выснажения, то есть истощения ребёнка, то этот показатель, там, допустим, недостаточный, если ниже двух, да, недостаточный вес, если ниже трёх вот этих вот сигмальных отклонений, значит, сильно истощённый ребёнок. Если же мы говорим о индексе массы тела, то этот показатель определяет, насколько может быть чрезмерный вес. Этот показатель только, в принципе, используется для определения чрезмерного лишнего веса. Ну, вот видите, если один из родителей страдает ожирением, значит, у ребёнка 40% возможности иметь, риски иметь ожирение, если оба, то 70% детей склонны к ожирению. Идёмте дальше. Что такое индекс массы тела? Как он рассчитывается? По такой формуле. Масса тела в килограммах на рост в метрах квадратных. Разделить. Масса тела в килограммах и на рост в метрах квадратных. Ни в коем случае нельзя писать в сантиметрах, иначе у вас не получится. Значит, вы пишите, там, допустим, 0,75, там, ребёнок в год, допустим, или там 1,62, 1,62 в квадрате, иначе у вас не получится расчёт. И точно так же по определению индекса массы тела он имеет свои особенности. И точно так же по нему можно посмотреть, вот есть такой график, показывает соотношение массы длиннее росту ребёнка. Индекс массы тела резко вырастает у ребёнка, когда она быстро набирает свою массу. По отношению к росту в первые 6 месяцев. И дальше идёт стабилизация, как бы. Это те колебания, которые, в принципе, являются нормальными, когда есть фазы роста, фаза стабилизации. Идёмте дальше. Ну и вот как бы, как интерпретируется индекс массы тела, если мы его строим и рассчитываем, да. Тут точно так же, вот есть показатели, да. Вот, точно так же есть возраст ребёнка, точно так же есть расчётные данные, вот. И точно так же у нас есть медиана, вот. Которая колеблется у нас, вот, смотрите, вот, 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 вот. Вот от 1 до минус 2, да. Это норма. Если у нас укладывается от минус 2 до минус 3, это истощение. Вот минус 3, это очень сильное истощение. Вот, от 3 до 2, это риск развития, чрезмерная вага. Это только риск надмерный. А вот это уже излишнее. А вот если больше 3 сигмальных отклонений, это уже ожирение. Идёмте дальше. С индексом массы всё понятно? Вес делится на рост сантиметра. Квадрате. И откладываются точно так же данные. Здесь вот приводится пример. Смотрите. Вот ребёнок себе рос, ему рассчитывали, рассчитывали, рассчитывали индексы. В какой-то момент, в год, да, у ребёнка вдруг, вот, вот, даже в этой ситуации, даже в этой ситуации, это более такая плавная кривая, да, а бывают очень резкие такие переходы, падение в них, вниз, повышение вверх. Вот это тот случай, когда нужно быть настороженным, когда мы откладываем эти показатели на графику. И в первую очередь ребёнка, ну, как бы настораживать доктора, говорить о том, что резко изменилось, ребёнок набрал или не набрал вес. Существуют вот такие вот изменения. И ребёнок нуждается в консультации. Это вот вопрос, допустим, мальчик один год. Масса тела 12 килограмм, длина 80 сантиметров. Как бы по идее, да, если мы говорим, в год он должен быть 75 сантиметров и примерно 10 килограмм. Тут он вроде как чуть выше роста и чуть больше килограмм. Но тем не менее, по индексу массы тела он всё равно, получается, уже рискует иметь лишнее. Многие родители очень сильно радуются, когда ребёнок там в год 16-14 килограмм не нарадуется. Ни о чём хорошем это не говорит. Если мы дальше будем говорить о питании, в общем-то, то принципы говорят о том, что ребёнка не нужно перекармливать. ребёнка все навыки, всё восприятие мира, вся любовь, которая закладывается в ребёнке, всё то тепло, оно закладывается на подсознательном уровне ещё до 14 месяцев жизни. И когда мы начинаем там что-то менять, уже когда ребёнок гораздо старше, это почти невозможно, потому что это уже записано на программу, как носитель. И ребёнок уже обладает вот этими первыми, какими-то своими, у него уже есть изначально своя программа. Если ребёнка вот с таким удовольствием толкают бабушки, папы, мамы ложками, не нарадуются, что всё будет хорошо, то хорошо не особо будет, потому что зачастую это приводит потом к проблемам в разные периоды возраста. Идёмте дальше. Как интерпретировать эти графики? Если всё в норме, если вы даже на обычном графике, у вас всё в норме, вас ничего не настораживает, ну то, конечно, эти графики, ребёнок в норме. Вы пишите, что физическое развитие ребёнка в норме. Идёмте дальше. Там есть такая универсальная шкала интерпретации этих графиков. Вот видите, вот есть вот такая вот, вам нужно иметь к этим графикам вот такую вот табличку. И вот тут вот, допустим, стандартные вот эти сигмальные отклонения написаны. Вот идёт медиана, а вот здесь вот написаны все эти графики. Длина тела, соотношение массы данного возраста, соотношение длины и массы, и вот он, индекс массы тела. И вот посмотрите, вот только единственная длина, длина к возрасту имеет от плюс 2 до минус 1. Это в пределах норм. Все остальные идут чётко в коридоре. 0, минус 1. Вот где-то там. Хотя, в принципе, считается от 1, даже вот от 1 до минус 2, это ещё такой условный коридор норм. Поэтому легко оценивать. Нет тут, нет тут как бы вот таких особенных, как бы, если вы имеете эту табличку, умеете построить график. Графики нужно, чтобы обязательно были у вас, когда мы проводили занятия, мы по всем районам проводили занятия по 149 приказу. И даже просили всех по поликлиникам, по ФАПам, по центрам первичные создать такие уголки для родителей, где были бы обязательные показатели психофизического развития детей, чтобы каждый родитель, который стоит в очереди, пришёл просто на осмотр, мог для себя почитать. И тот же календарь прививок, и тот же показатель, допустим, физического развития, вот эти графики, где мог оценить для себя. И точно так же в карточке, там, где есть школа мамы, карточки, которые раздавали в своё время, там все эти графики были, и любая мама могла оценить, сама могла для себя, ну, как бы, даже имеет смысл хотя бы один из графиков распечатывать и давать в руки маме, сознательной маме, которая может отслеживать, как этот ребёнок растёт, развивается и набирает вес. Идёмте дальше. А интерпретировать вот по такой табличке. Задачу не надо. Не надо. Задача нам не поможет, потому что они далеки от графиков. Все ситуационные задачи? Не надо, не надо, да. Здесь очень много ситуационных задач, когда мы занимались на тренинге, вот в каждой ситуационной задаче предлагаются там свои варианты. Да, свои варианты решения. Но так как вы не владеете графиками, и вы их не видели, то вам нужно держать графики в руках, а потом говорить о ситуационных задачах. Переходы. Да. Оп, кто-то нам помог. Да, да, да. Это нам кто-то еще помог. Спасибо. А мы дадим все-таки сюда. Вот так. Психоматург. Да, да. Значит, психомоторное развитие это тоже очень важная часть, которую вам придется оценивать, работая как бы вот с родителями, объясняя им. Мы даже предлагали вот то, что я вам говорю, повесить такую специальную таблицу, она есть просто готовая. Впервые приказ написан в таком конкретном протоколе, где не нужно абсолютно думать и что-то изобретать. Здесь медработнику нужно только отвечать. Вот, допустим, здесь есть примерная схема осмотра дома ребенка после выписки из родильного отделения. Здесь написано все, на что должен ответить, там, допустим, врач, медсестра. По шагу, каждый медосмотр здесь описан. Его только нужно, им только нужно пользоваться для того, чтобы отвечать. Точно так же есть схема и введение прикорма по возрасту и по количеству. И точно так же есть оценка психомоторного развития ребенка раннего возраста. Это приложение 4 к этому клиническому протоколу. И это основное то, что оценивается в этом протоколе. Что такое? Что отображает? Отображает становление различных отделов нервной системы у ребенка на первом году жизни и дальше. Развитие моторики, мелкой и крупной, развитие статики, умения сидеть, ходить, стоять, различные сенсорные реакции, речи и эмоциональное, и социальное развитие. Ведь вроде кажется все так просто, когда все хорошо, когда ребенок может запросто адаптироваться в социальную среду. Но для того, чтобы ребенок мог адаптироваться в эту среду и быть полноценным, да, членом этого общества, как много составляющих для этого нужно. И внимания, и любви, и питания, и ухода, и развития. Это много-много-много всяких таких вот составляющих, которые потом делают эту натуру цельной и позволяют ей жить в этом мире. Пойдемте дальше. Ну вот, развитие новорожденного начинается. Да, соотношение между периодами сна и бодрствования, характер крика, мышечный тонус, рефлексы, сенсорные реакции, и, ну, все вы, наверное, знаете, когда ребенка приносят с роддома, он большее время спит, когда у него все хорошо, когда он накормит, ему тепло, сухо и уютно, он спит. Что определяем, когда приходим к нему, да? Определяем, какой у него мышечный тонус, какие у него рефлексы новорожденного, насколько этот ребенок, как бы, соответствует нормам новорожденного. Первый год жизни что оценивается? Оцениваются зрительные, слуховые реакции, эмоциональная сфера, моторика, ну, разговор, то есть обучение, сенсорные му. И второй, третий год, это уже становление всех этих функций, навыки самообслуживания. Идемте дальше. Ну вот, основные рефлексы, которые проверяются, это безусловные рефлексы. Смотрите, поисковый рефлекс. Наверное, все вы помните, когда мы еще учились. Хватательный, поисковый, хоботковый рефлекс. Это те рефлексы, которые не угасают у новорожденного ребенка, да? Вот. Вот он. До 3-4 месяцев. Когда постукиваешь или поглаживаешь щеку, ребенок поворачивается в ту сторону, он как бы рефлекторно ищет грудь. Это поисковый рефлекс, хоботковый рефлекс, легкий удар пальцами вызывает сокращение круговой мышцы рта, ребенок вытягивает губы в трубочку. И хватательный рефлекс, наверное, все это прекрасно. Понятно, за пальчики ребенка можно практически поднять, так он крепко держится. Это в норме. А если это отсутствует, то это нужно заметить, это нужно определять, и тогда этого ребенка нужно консультировать. Потому что, а рефлексия, это уже другая проблема. Или, ну, о рефлексии, а не будем говорить, а сниженные рефлексы. Также, как бы, к этим рефлексам относится рефлекс ползания, когда к ребенку подставляешь руки, к ножкам ребенок начинает, как бы, отталкивание, и рефлекс морока. когда при ударении на поверхность ребенок при любой вибрации как бы раскидывает руки, пугается. Идемте дальше. Очень важно, из, как бы, из новых, вот, обязательно у вас всех должен быть фонарик. Вот эти маленькие, черненькие фонарики, которые, что позволяет такой фонарик вам определить, даже если вы сейчас не работаете с детьми, работаете со взрослыми, своему ребенку надо посмотреть горло или ухо, вам такой фонарик поможет обязательно. А если вы работаете со взрослыми, этот фонарик тоже нужен. Потому что у маленького ребенка вы можете определить реакцию на яркий свет. Даже если он спит, то он будет жестче смыкать глаза, дергать веками. Так. Ну, а дальше уже понятно, да, там, когда ребенок начинает подрастать, следит ли он за игрушками, реагирует ли он на игрушки. Идемте дальше. Слуховая реакция. Это все должно быть и в кабинете тоже. Должны быть обязательно звучащие игрушки. То ли вы носите ее с собой, то ли она у вас есть в кабинете, но вы должны определять эту функцию зрения и слуха. Ну, как бы если просто, то на голос, на звук, на удар игрушки, на какой-то вот ребенок там, видно, что он, поначалу он просто гримасничает и морщится, видно, что он реагирует на этот звук. Потом ребенок начинает поворачивать голову в сторону звука. Ну, вот смотрите, методика оценки. Провести легкий плеск там, ну, хлопнуть в ладошки на расстоянии 30-40 сантиметров от ребенка. Ну, и как ребенок на это реагирует. Если он там реагирует, закрывает глаза, дергается, понятно, что ребенок слышит. А если там, допустим, часто родители так радуются, там, все время играет телевизор, звучит музыка, ребенок прекрасно спит, вот часто очень родители так радуются. Это тоже не самый хороший вариант. Во-первых, не знаешь, слышит ребенок или не слышит, это одно. А второе, родители приучают ребенка, ребенок пришел в этот мир, и он записывает всю ненужную информацию себе на подсознание. Зачем ему весь этот мусор, который он там слышит? Ну, тогда включайте классическую, тогда рекомендуйте родителям включать хорошую классическую музыку, пускай слушают. Так. Ну, и там о формировании уже слуховых реакций, когда ребенок начинает, вот допустим, поворачивать голову в 2-3 месяца. Сейчас, конечно, очень шустрые дети, которые гораздо раньше все это делают. Идемте дальше. Как вы можете оценить, тут важно для вас оценить, какое психофизическое развитие ребенка и как к нему относятся. Вот когда к вам приходит мама, допустим, или вы приходите к ней, вот допустим, пришла в кабинет, сразу же видно, какая мама очень бережно относится к своему ребенку, а какая, некоторые делают как на показ что-то, придя в кабинет, вроде как чего-то кричат, зачем-то наказывают, там, сядь, встань. Сразу же по отношению матери видно, как она ведет себя с ребенком. И для того, чтобы понять, какое психоэмоциональное развитие ребенка, психомоторное, нужно какое-то время понаблюдать за ребенком и создать для него комфортную обстановку. Ну и, конечно, вот это вот поворачивание головы в более старшем возрасте, реагирование на игрушки, все это в непривычной среде проходит совсем по-другому, правильно? Ребенок должен быть в комфортной обстановке, чтобы это все делать легко. Даже часто, придя к родственникам в гости, ребенок то, что делал дома, не делает. Идемте дальше. Что такое консультирование? Вот для каждого здесь есть целая шкала градации примерно, что должен ребенок знать и уметь делать, в каком возрасте. И вот оценивая те, допустим, психомоторное его развитие, речевое, вы должны научить маму правильно к этому относиться. То есть, уделять ребенку больше внимания, играть в различные игры, более как бы внимательно относиться к ребенку. Внимательное отношение не заключается только в том, что ребенка надо накормить и постирать, и приготовить, и заработать. Внимательное отношение к ребенку заключается и во всем остальном. и поэтому очень важно о том, что я вам сейчас говорю, говорить тоже и родителям. Они иногда этого не слышат, занятые своими заботами. Идем дальше. Важно, какими игрушками играет ребенок. С целью безопасности ребенка не рекомендовать, конечно, мелкие опасные игрушки, но очень важно, когда дети пирамидки различные, кружочки, кубики складывают. Это различные методики, которые развивают мелкую моторику. А мелкая моторика напрямую связана с развитием нервной системы. Тут приводится пример, что это эффективно влияет на развитие, что мы должны объяснять родителям, что общение с ребенком, обнимание с ребенком, улыбаться ребенку, общаться с ним более тесно, более тепло. Это то, что развивает внутреннее ощущение ребенка, что он любимый, что он защищенный. Ну, не даром же говорят, когда кричат и когда говорят с утра до вечера, что там ты дурак, то и любой станет. А когда ребенка хвалят, оценивают его какие-то хоть маленькие достижения, говорят, ты мой любимый, ты мой красивый. Ребенок такими становится. Идемте дальше. Ну, это тут не совсем видно. Это тут приведены основные рамки появления навыков у ребенка. Я думаю, что мы это опустим, потому что этот приказ немножечко раздвигает. Если мы раньше считали, вот если ребенок полгода не сидит, это катастрофа, сейчас даются более такие расширенные рамки. Кто-то может сидеть и в 4, и в 5 месяцев, хотя это не норма, а кто-то может не сидеть и в 8 месяцев. Если это не происходит допустим в 6 месяцев, и ребенок абсолютно нормально развивается, нормально набирает вес, вас ничего не настораживает, можно подождать месяц, потом можно проконсультироваться с врачом, и если же все-таки месяц-два вы видите, что не происходит, тут более расширенные рамки, не происходит, тогда уже только обосновывается направление к специалистам. Идемте дальше. Ну это то же самое, это вот то есть как должен поступать врач при отставании, которое вы выявили. Вот смотрите, ведь вставание на 1 месяц в первый год жизни. Вы просто даете свои рекомендации и рекомендует доктор, рекомендует различные коррекционные занятия там допустим, если ребенок не ходит или там не сидит по той причине, что с ним не занимаются родители и негде ему бедному не сидеть не стоять, то понятно, что он это не делает по другой причине. Вот, поэтому нужно дать родителям советы, как правильно заниматься с ребенком. Если же после того, как вы провели консультирование, порекомендовали массаж, подвижные какие-то занятия, там ребенка садить, ставить, пробовать там допустим ходить за руку, различные, различные, и это ничего не помогает, тогда в такой ситуации вы можете видеть, вот, смотрите, отставание на 3 месяца, но это на втором, на втором году жизни, вот, повторный омлет, через 3 месяца. в общем, более широкие рамки, отставание до 3 месяцев на втором году жизни не считается таким катастрофическим, отставание на первом году на месяц, как бы, если не исправляется, допустим, ребенок отстает, не дают ему период исправиться, и смотрит, что 8, он не исправился, прошел этот период, 7, допустим, не исправился, то нужно все равно дойти на консультацию к специалистам, обосновывать консультацию специалистов. Идемте дальше. Это мы пропускаем. Это по каждому возрасту, это то, что есть в схеме, что умеет делать ребенок, в каком возрасте он гулит, в каком возрасте он улыбается, ну вот, то, о чем я вам говорю, разговаривайте с ребенком, используйте различные интонации, улыбайтесь, имитируйте различные звуки, ребенок запишет это на подсознательном уровне, он по уровню вашей, ребенок же по настроению мамы знает, по интонации он знает, какое настроение и как она к нему относится, почему ребенок плачет, когда мама нервничает, это все взаимосвязано, идемте дальше. Ну, это сама схема оценки, о которой мы, в общем-то, косвенно поговорили, идемте дальше. это по возрастам дается схема оценки, что ребенок должен уметь делать, в каком возрасте, допустим, ребенок в 9 месяцев, до след, ребенок исследует предметы, еще как исследует, наверное, все вы знаете, что делает ребенок в 9 месяцев, что-то раскручивает, откручивает, заглядывает обязательно. Умышленный спрос. Да, 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 особенно любит все, что закрыто, берет игрушечку, как кинет, да, что, что касательно статики, да, вот, вот видите, сидит, сидит свободно, стоит, когда вы его держите за ручки, некоторые дети в 9 месяцев уже пробуют делать первые шаги, все зависит от того, насколько ребенок, вот, разные дети бывают, так, любит залезть на вашу ножку и держать за ручки покататься, конечно, знает свое имя, некоторые дети могут произносить уже какие-то первые слоги и слова, вот, язык, да, мова, понимает собственное имя и другие простые слова, так, слушает, когда читают и рассказывают, слушает музыку, делает танцевальные движения, уже может брать, как бы, еду руками, ну, и надо, в чем задача создать вот это вот безопасное, безопасное пространство для игры ребенка, это очень важно, потому что, ну, это не секрет, когда дети там, сейчас очень различные интересные игрушки, эти интересные игрушки часто имеют различные батареечки, вот эти вот, которые ребенок, или маленькая какая-то деталь, которую не умудряются засунуть в рот, или вот литиевая батареечка, которую не умудряются проглотить, и это, конечно, может закончиться не совсем хорошо, поэтому об этом тоже следует всегда с целью профилактики травматизма говорить родителям. Это то, о чем я вам говорила, различные столбики, пирамидки, различные предметы, которые ребенок может собирать, почему так популярны лего и всякие другие конструкторы, потому что это как бы завораживает ребенка в плане строительства, и кроме того, это развивает его нервную систему. Идемте дальше. Ну, это те же критерии, только вынесены что там, что там, что там, что там. Что ребенок должен уже четко произносить слоги, это то, о чем мы с вами говорили. Ну, идемте дальше. Потому что это по каждому возрасту, в каждом возрасте будут свои особенности. Как оценить общение матери с ребенком? Как оценить это общение? Ну, конечно, если мы не видим, то можно спросить. А если есть время понаблюдать, то можно понаблюдать. И вот тут те критерии, о которых я вам пробовала сказать раньше. Как спросить, как мама играется с ребенком? Как она с ним общается? И может ли она ответить вообще на эти вопросы? Потому что на самые простые вопросы иногда самые сложные ответы. Попросить маму показать, как она играется с ребенком. предложить ребенку, если это у вас в кабинете, какие-то самые простые игрушки. И как ребенок отреагирует на это? Видел ли он вообще эти игрушки? Вот. А вот это самые важные вопросы. Для того, чтобы оценить, вот даже, допустим, если это с виду кажется, что семья социально благополучная, очень важно оценить, как мама относится к ребенку. Смотрите, как мама реагирует, когда ребенок тянется к ней. Как мать обращает внимание ребенка. Как она его успокаивает. Это то, о чем я вам говорила. Вот часто идешь за руку, тянут этого ребенка по больнице. Как обратятся к нему вежливо-вежливо. Продолжение следует...